Ижевский университет проводит первый домашний матч чемпионата России Среди женских команд Суперлиги Соперник Астраханская Астраханочка Но об этой встрече чуть позже Сначала о том, как наши гонболистки готовились к новому сезону 11 утра на улице плюс 30 На небе не облачко Скрыться от палящего солнца никуда нельзя И от тренировки не отлынить А она уже за день Вторая по счету и очень тяжелая Четыре круга по три километра кроссового бега С максимальным отдыхом между сериями в 4 минуты Выдержать такое непросто Конечно тяжеловато все эти ускорения, отягощения Но терпим, куда деваться Все-таки надо в этом году Хотим показать новый результат, улучшить его Поэтому тренеры стараются у нас Дают нам нагрузки Побежим сейчас кросс Они должны пахать, пахать, еще раз пахать Это же, как говорится, задел на, так скажем, минимум на полсезона Вот, это им силы, выносливость придаст эти тренировки в ФП Для разнообразия в подготовительном периоде Игровая практика На чемпионате Ижевска по пляжному гонболу Нагрузка запретельная На термометре вновь выше 30 градусов тепла Да и бегать по горячему песку тяжелее, чем на паркете Но зато эмоции зашкаливают и бонус – сильная стопа Тяжело по песочку-то бегать, но интересно За счет того, что интересно, азарт Первый раз мы играем, в принципе, вообще пляжный гонбол пробуем Мне очень интересно После окончания сбора в Чекирилле был выезд на предсезонный турнир в Тольятти Где ижевчанки стали победителями И снова в родной спортзал 20 спорта Утгу Где традиционно идет отработка техники и тактики Первые игры национальной суперлиги уже не за горами Физически я думаю, что хорошо все подготовились Месяц не зря мы в Чекирилле прожили И зала у нас, в принципе, не было Мы в зал только вышли буквально вторую неделю Наверное, начинаем тренироваться Посмотрим, как это все отразится Морально думаю, что все настроенные знают С какой командой, что можно бороться, как Мы хотим, конечно, войти в шестерку, наверное Если получится, то действительно Тренеры все усилия к этому прикладывают Мы, наверное, им за это благодарны То, что они все-таки к нам так относятся К нас подталкивают, стараются Где-то жалеют, где-то помогают Родилась в Ижевске, начала свою карьеру в Ижевске В детской юношеской спортивной школе номер 5 Раскрыла потенциал в Ижевском университете Свой талант в немецком Тюрингере Став в этом году чемпионкой Германии Наталья Решетникова, звезда удмуртского гонбола Следующий материал о ней В гостях хорошо, а дома лучше Наталья не скрывает Счастлива от того, что наконец-то вернулась домой Не верю до сих пор Я как в тумане Как будто я приехала в гости Что мне надо через месяц собирать опять все сумки Снова мчаться туда, в этот аэропорт, вокзал и так далее То есть я пока еще не могу поверить Выступая за немецкий клуб Тюрингер Который не без помощи Ижевчанки Стал в этом году чемпионом Буддеслиги Наталья приобрела бесценный опыт И осуществила свою мечту Поиграла в лиге чемпиона Ее радости, радости от победы В чемпионате Германии не было предела Я даже прослезилась Я не могу это передать словами Это просто ты чувствуешь там Ты вместе с командой живешь там Не важно на скамейке, на игре То есть все, начиная от доктора, массажиста Заканчивая, не знаю, последним игроком То есть все вместе То есть это нереальные эмоции Живя в Германии, Наталья многому научилась Например, освоила еще один иностранный язык немецкий И даже немного понимает и говорит теперь на чешском и словацком В команде были девчата из этих стран Но училась Наталья и готовить Я никак не шеф-повар, но все-таки я могла себя прокормить И не питалась полуфабрикатами Даже варила борщ И это только начало кулинарной деятельности Решетниковой Но на первом месте для нее, конечно, спорт Мы в гостях у Ижевского университета И мой первый собеседник Президент гонбольного клуба университет Рудольф Минобудинов Здравствуйте, Рудольф Михайлович Рудольф Минобудинов, президент гонбольного клуба университет Заслуженный тренер Удмурти Ну и первый вопрос Решетникова наконец-то вернулась Родная пената Встретили вы, я уверена, ее распростят Да, конечно, это тот человек, которого было и отпускать Ну, жалко, но тем не менее мы отпустили ее Ну вот она вернулась Она могла вернуться в любую другую команду страны Но вернулась домой? Да Усиления в команде, насколько я знаю, есть, потери нет Насколько сегодня длинная скамейка запасных университетов? Состав не поменялся Но, к сожалению, другие клубы, даже аутсайдеры Укрепились? Да, из-за границы привезли России-то не хватает им уже, видимо Так вот Не знаю, насколько нам этого будет Достаточно, да? Да, конечно Ну, по крайней мере, я поняла, говорить с девочками, что настроек всех серьезный И задача сезона – это попытаться попасть в шестерку сильнейших Все-таки ставите вы Да, конечно Это мастера спорта, это Еврокубки Как готова команда? Все равно наблюдаете, следите за тренировками В чем сильны сегодня девчонки? Ну, команда ведь она всегда отличалась своим трудолюбием, пахотой У нас, как говорится, все держится на своей школе, на дворце пионеров и на ДСШ-5 Оттуда все воспитанники Вы так и будете придерживаться дальше того же принципа, что в команде только свои доморощенные игроки? Да, конечно, я другого просто не приемлю Ну, дело в том, что если даже кого-то привезешь Ну, во-первых, мы не можем дать такие деньги, чтобы привезти великого игрока Да и потом, ну, худо-бедно, в нашем коллективе воспитаны 5 мастеров международного класса И 37 мастеров спорта Это о чем ты говоришь? Конечно Кстати, Наталья Решетникова тоже призвоена званием мастера спорта международного класса Когда вы не будете вручать этот заветный знак? Ну, надо как-то, чтобы не на тренировке, а в какой-то... Официальной обстановке Да, 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 чтобы начальство вручило Ну, по крайней мере, чтобы люди знали, что есть такая девочка, да, она стоит того же Немножко хотелось бы услышать о участниках команды чемпионата Суперлигии И, кстати, насколько я знаю, не все команды, которые даже проходят, соглашаются играть в чемпионате регулярно Почему? Ну, во-первых, у нас очень сильный чемпионат Сильнее нашего чемпионата Ну, олимпийские игры показали уровень нашего гандбола И попав даже с высшей лиги в Суперлигу Ну, они становятся проходными командами Если вот об этом говорить Конечно, там должна быть в первую очередь школа, какая они есть Но школа своя и финансирование Начался не только спортивный сезон, не учебный год В вашей команде сколько девчат имеют высшее образование И сколько его в ближайшее время еще получат? Во-первых, это наша фишка У нас сто пудов все должны заканчивать вуз Я сам в мужской команде был, Спартак У нас все сто процентов И те, кто не поступает в наш вуз, мы с ними расстаемся Какой бы ни было это игрок Ну, во-первых, два раза в день тренироваться, это нереально Учиться в вузе, скажем, в том же техническом Это нереально Даже у нас в университете У нас есть игроки, у которых по два образования Есть игроки, которые с красными дипломами закончили Да вот, Пойлова закончила два факультета с красными корочками Наш вратарь, хоть он, как говорится, по голове стучат, но тем не менее Умные девчонки, да Ну, это вот Как я всегда говорил Все должны быть наши университетские И все должны быть местными С нашей школы, нашей воспитанницы Потому что, ну, сколько волка не корми Он все равно что-нибудь сделает Ну что ж, спасибо за рассказ И будем ждать побед от нашей ижевской команды Гонбольный университет Ну уж, а как нам-то это хочется Итак, матч национальной суперлиги Ижевский университет против астраханской астраханочки В этой паре наши гонболистки фаворитами не значились Астраханочка действующий чемпион страны Однако южанкам и живчанке нервы потрепали В раздевалке тренер дает последнее наставление перед матчем Традиционный ритуал Он похож на обычай присесть перед дальней дорожкой И вот, наконец-то, долгожданная команда Пора, бой Настрой у ижевчанок был позитивным Именитая и титулованная астраханочка их не смущала Хозяйки площадки сразу начали атаковать Открыв счет на первой минуте встречи Затем еще один мяч побывал в воротах гостей И еще Южанкам переломить ситуацию в свою пользу в первом тайме Так и не удалось Натиск ижевчанок был мощным 15-14 Счет встречи после стартовой 30-ти минутки Начали очень здорово Девочки в защите здорово отыграли И вот пятиминутный провал произошел А так очень понравилась игра Чуть умерили свой пыл и живчанки после перерыва Чуть забуксовали на стартовом отрезке второго тайма Астраханочка же в это время восстановила территориальное преимущество Повела в счете, доведя его до победного 32-23 Университетам не нужно отдать должное Потому что девчонки действительно играли первый тайм хорошо Они бились Во втором просто у нас оказалась длиннее скамейка Мы могли до конца игры поддерживать высокий темп игры А у них не было такой равнозначной замены игроков Поэтому Сначала мы догнали, а потом немножко вернулись вперед За счет контратак, за счет более активной защиты За счет нашей свежести Из 10 топ 5 Потому что первый тайм мы отыграли на 100%, второй тайм мы отыграли на 0% Если вот эти все потери, вот они отразились, все 10 мчетей отразились на табло Подопечные Жемина Будинова в этом матче не заслужили никаких упреков в свой адрес Университет вправе гордиться своей игрой, своей командой Которая не спасовала, дала достойный бой чемпионкам России Прибавили вратари Опять же, Ижев же сыграл, по-моему, первую игру, правильно? В чемпионате Еще трудно говорить, им нужно в этот чемпионат вкатиться Потому что для первой игры более чем достойно они выглядели То есть я думаю, что зрителям можно гордиться своей командой То есть они сегодня отдали все силы, отдали все, что могли Но у нас получилось чуть лучше Ну что ж, игра завершилась Наставник Ижевского университета наконец-то освободился И мы можем здесь спокойно поговорить И сразу по горячим следам о поединке с Астраханской Астраханочкой Роберт Минабутинов, главный тренер гандбольного клуба университет Ну что, первый там нам удался Хотя тоже, говорю, было много ошибок Но все равно мы плюс один закончили Это, я думаю, неплохой результат Во втором тайме Не знаю, что случилось Но нельзя выиграть игру, когда столько много мячей не забиваешь Которые, ну скажем так, на 80% нужно забивать Потому что там все-таки вратарь он тоже обязан все отбивать Вот, но мы больше, я думаю, не забили За счет этого и получился отрыв И когда все-таки одна из команд уходит в отрыв подальше немножко У них как-то маленько крылья расправляются И легче играть, чем когда догоняешь Я бы вратаря команды все-таки похвалила Или вы со мной не согласитесь? Ну, вратаре у нас сегодня был лучший игрок Отметить, может, было ее в первую очередь Решетникову Которая у нас основная была убегающая и забивающая Они были лучшие, я думаю Настрой на предстоящий матч 20 сентября с Волгоградским «Динамо» Я думаю, опять же, это будет все зависеть от нас Как мы подготовимся, как мы настроимся в первую очередь Как девчонки с какой самодачей будут играть И так играть сложно Борельщики местные все-таки, это реальная поддержка? Конечно, конечно, чувствуется Девчонок я азарт Они руки начинают поднимать, когда голы забивают И намного приятнее, когда все-таки Как это не «ор» называется А когда слышно, что очень много болельщиков Которые радуются за тебя В принципе, для них же это игра Вы ездили в Ростов Что там было? Немножко расскажите подробнее О чувствовании наших олимпийских чемпионок Главного тренера Трифилова Олимпийских чемпионок, которые за Ростов играют Всех поздравили Всем вручили кучу подарков Было очень много зрителей Все поприветствовали Потом, конечно же, после завершения игры Удачно, опять же, для Ростова В той игре они много выиграли Был отснят ресторан Там, опять же, можно было спокойно С девчонками пообщаться Пофотографироваться Поузнавать, как там на олимпиаде Больше общения было, так скажем Хорошо, спасибо и удачи В следующем матче Спасибо вам 20 сентября поклонников гандбола вновь ждут в дворце спорта УДГУ Ижевский университет на своей площадке будет принимать Волгоградский клуб Динамо Синара Начало матча в 18.00 Приходите и поддержите нашу команду Ну а я с вами прощаюсь До встречи в эфире Словом Мы все больны гандболом Мы все больны гандболом И за гандбол умрем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова